всем привет сегодня посмотрим на одну игру для программистов об этой игре я узнал когда я открыл почтовый ящик и прочитал сообщение я так понимаю от разработчика который просто поинтересовался интересно ли мне или даже так возможно мне было бы интересно посмотреть на его игру там или сделать обзор что такое ну вот в таком плане типа я посмотрел ну и сразу же разработчик дал мне ссылку эта игра в стиме находится она под windows вот ссылку и код на бесплатное скачивание так как игра платная моем регионе она стоит порядка 3 доллара 60 центов вот ну да хотелось бы чтобы игра была бесплатная частично бесплатно к примеру 1 10 уровней там их всего 50 на данный момент но в первой 10 уровней могли бы быть бесплатным потом если понравилось покупаем и игра но полноценной версии играем насколько я знаю я не пробовал но в стиме вроде есть такая штука как купил поиграл не понравилось отдал обратно деньги вернулись кто его знает вот ну и с другой стороны там эти четыре доллара не такие уж большие деньги но 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 жалко к примеру их отдавать если вам игра не нравится а вы не знаете понравится она или нет то есть это один из таких вот основных можно сказать даже претензий даже не претензий просто такая ремарка то вот и и пока сейчас я запущу но это пятая попытка записи все пять попы все предыдущие четыре попытки они были полноценные я рассказывал показывал но то есть первые три попытки где были под windows были косяки со звуком пытался опять записывал вроде нормально опять косяки фух плену установил play on linux то есть в репозитории по духу в репозитории ubuntu есть такая программка как play on linux это мы устанавливаем и можем установить windows игры и играть в них под windows вот короче вот и установил steam то есть четвертая была попытка под линуксом я установил но я не до втыкнул штекер а вот и отлично рассказывал рассказывал думаю все сейчас буду взрывать видео раз а звука нету смотрю а штекер не до втыкнул фуха на пятая попытка представьте себе написано два часа я уже играл я ознакомился минут 30 всего но вот это все время уже ушло больше полтора полтора часа просто на записи а до этого еще проверки всякие ну короче вот надеюсь эта попытка последний так как я написал что я на этой или на следующей неделе сделаю обзор то приходится выполнять свои слова вот так игра называется кода world она только на английском языке вот так вот ну ничего страшного там нет в этой игре мы знакомимся с но это меня здесь два уровня под windows у меня было пройдено 9 уровней вот это вот предыдущий вариант я прошел три уровня но тут наверно с вами точно так же эти три уровня и пройду перейдем сразу настройки настройках есть музыка какая-то вот вы и слышите уберем ее дальше эффекты когда мы что-то там выполняем достигаем какого-то результата то звук эффекта дальше разрешение экрана полный экран или не полный и все вот и собственно сама сами уровни открытые и закрытые ну начиная с первого уровня чего здесь не хватает здесь не хватает режима обучения чтобы пользователь мог хотя бы понять потому что на первом или втором уровне что сел и не мог врубиться ну когда самое первое знакомство было не мог рубиться что тут надо сделать реально режим обучения не было это посидишь и думаешь хотелось бы чтобы был режим обучения который вкратце показал быть чего ну саму суть этой игры а после чего уже понимая саму суть уже ты сидишь и решаешь эти задачки игра довольно интересно дальше уровне когда проходить то там задачки постелью посложнее понятно посложнее и да с элементами головоломки то есть надо сидеть и и думать как же сделать так чтобы все это заработало чтобы добраться до вот этой звездочки цель добраться роботом до вот этой звездочки итак ну сверху написано на ненашинском языке чтобы управлять роботом нужно вправо влево вверх или вниз или кнопку space что тоже прыгаем с пейсом и кнопочкой вверх так запрыгнуть сюда ну это на первом уровне вот так как бы такой некий режим обучения но его недостаточно на мой взгляд дальше каждое устройство имеет свой собственный код в данном случае вот есть устройство их может быть много и код этот есть у практически у каждого устройства и код это написано пойду не а вот для того чтобы понять как работает это устройство нужно отправить ему сообщение шоу то есть вот каждый объект принимает сообщение и обрабатывает их если устройство может обработать сообщение но на его на него реагирует если же когда билиберду отправим то ничего страшного не произойдет и устройство на него не отреагирует теперь для того чтобы отправить сообщение нажимаем enter вот и дальше смотрим внизу стрелочки нажимаем на них они указывают направление сообщения которые мы отправим то есть можно либо стрелочка курсором либо зажимаем контроль и вверх сейчас вниз нажму влево вправо как вы видели тут все поменялось давайте попробуем вверх контроль и что нибудь написать как видите какая-то команда ушла вверх но там ничего нету теперь для того чтобы узнать код этого объекта отправляем команду шоу и что мы видим открывается код нашего устройства есть справка по всем функциям которые вообще используются в этой игре ну я бы попробовал на все таки для каждого уровня выводить только тот набор функций которые могут потребоваться либо обязательно нужно использовать для этого уровня а здесь просто справка по всем но это такое возможно так и задумано дальше закрываем и смотрим код если приходит сообщение шоу то показывается но давайте откроем справку шоу шоу открывает код этого объекта вызвавший как бы эту функцию то есть короче к объект который вызвал внутри себя функцию шоу это означает что нужно показать на экране его код иначе если приходит сообщение open вот то вызывается функция move откроем справку по move двигает этот объект вызвавший эту функцию по направлению вот такому четыре варианта направлений вверх вправо вниз влево и на дистанцию вот на какую-то дистанцию в данном случае это будет 100 пикселей соответственно если я сейчас отправлю этому объекту этому устройству сообщение open то это объект переместиться вверх на 100 пикселей ну давайте попробуем нажимаем enter и up чублин open 3 еще раз open бы мы там не пролезем блин не то но в любом случае мимо промазали что надо сделать подпрыгнуть и в воздухе нажать enter open тудун и дверь поднялась и дальше мы достигаем наши звездочки и проходим этот уровень круто дальше приходим ко второму уровню теперь смотрите здесь у нас уже есть два объекта на типа чтобы найти имя и значение объекта на трата не обязательно вызвать функцию show как бы иногда надо просто знать имена объекта мы можем навести курсор мышки и видим имя и значение это объект дур дверь а это объект волну ну давайте посмотрим содержимое нашей двери содержимое нашей двери смотрим если придет целочисленное сообщение то есть смотрим функция type что такое type возвращает int если значение целочисленное строковая и бул если true или false вот соответственно мы прочитал этот код должны понять что нам нужно от ну мы должны понять что нам нужно отправить чтобы на выполнился вот этот код а вот данном случае мы понимаем что если еще прочитаем справку мин макс что это такое то целочисленное значение от минус 100 до 100 может принять и в зависимости от этого будет вызвана функция вверх давай будет вызвана функция му которая сдвинет этот объект вверх на указанное смещение ну давайте сделаем 20 вверх а минус 20 вниз ну как бы инверсия получается ну давайте максимальное значение 100 подпрыгнем и попробуем вот такое значение но там стоит ограничение максимальное 100 теперь давайте посмотрим код этого устройства здесь аналогично этому но теперь не целочисленное значение то есть предыдущем примере целочисленное значение сюда передавалась а здесь движение об было здесь же наоборот надо строку передать вот тип сообщения стр стр а мы знаем и справка что можно вверх вниз вправо влево давайте проверим давайте сдвинем вправо оба сдвинули и теперь отправим скажем вверх поднимайся и еще раз вверх и все мы достигли звездочки то есть цель игры как вы видите читать код читать правильно понимать как он работает код этих объектов и отправлять нужные команды ну зависимости от короче количество этих объектов разобраться как каждый объект работает и правильно отправлять команды и достигать этой звездочки шоу блин шоу смотрим тут что тут тут у нас целочисленное значение и двигает этот 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 ящик блин вправо уже заговаривались на добался 5 раз записывать ну давайте давайте сдвинем его давать их краю подъедем и на 150 сразу видите чик а теперь минус 150 чик а теперь опять 150 чик да плохо то что его надо сдвигать то что он автоматом но к ящику не привязывается возможно это так и задумано ну короче вот сдвинули давайте посмотрим на код этого объекта ушел шоу 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 здесь нужно передать направление и в зависимости от направления она будет сдвинута на 100 пикселей данном случае этот этот элеватор надо сдвинуть влево потом вниз потом запрыгнуть нашим роботом на него потом вместе с ним поехать вверх поехать вправо и достичь звездочки ну давайте просто сдвинем влево и все left тут можно сразу очередь писать это все работает и и какую-то билиберду вверх отправить вот можно еще один раз left а после этого down да ё-моё блин вот потом запрыгнуть и там об вот вот и так далее кстати что неудобно неудобно то что если я сейчас делаю вот так вот и нажму раз два три ну несколько раз escape знаете вот ой я вышел без предупреждения из уровня и весь прогресс потерян это неудобно хотелось бы чтобы разработчик это учел чтобы когда я случайно вот сейчас нажимаю к примеру escape меня спросили хочешь ты выйти или нет вот потому что у меня было пару раз так случайно и терял весь прогресс вот теперь 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 дальше не буду я и о просто об идее давайте поговорим что хотелось бы еще так игра вот на этом и все ну как бы дальше уровне интересно есть на чем поломать голову на самом то деле хватая а вот тут ничего не скажешь нормально молодец разработчик идея интересно но хотелось бы следующий режим к примеру вид сверху и какая-то набор карт но берем к примеру первую карту и видим по виду сверху что это некий завод который что-то производит и стоит куча объектов которая как бы видно по ним что они не работают вокруг них то ну как бы особо движение нету а вот там суетятся какие-то пусть маленькие роботы ездят ну и все наша задача роботом подъехать каждому объекту и попытаться разобраться что это за объект подъезжаем к одному к примеру объекту смотрим смотрим там много кода или немного но мы знаем что там скорее всего заложено какая-то логическая ошибка или не логическая просто не рабочий код нам нужно его исправить чтобы он работал исправили один модуль поехали ко второму смотрим там кода вообще нету но мы знаем что к у каждого объекта можно узнать для чего он предназначен к примеру там вызываем команду не шоу а спецификейшн там спек и на экрана выводится то что должен этот объект делать ну к примеру там получать набор не отсортированных значений сортировать их и отдавать дальше вот мы такие раз пишем сортировку на таки стой откуда же эти эти значения должны приходить не отсортированы раз едем к третьему объекту и смотрим действительно там формируется случайно значение и они должны направляться вот этому нашему объекту но они не направляются почему-то надо опять-таки исправить ошибку в коде вот и соответственно вот так вот к примеру там большая карта завода этого мы так ездим фиксим фиксим все еще и фиксик пусть это будет они робот вот и и постепенно приводим в чувство наш завод и он оживает и уже начинает работать машины уже где-то руда она плавится она там на куда-то попадает там делают там здорово какого-то устройства выходит эти там двери колеса потом что-то идет на покраску но это так в общем вот и целом и так вот делаем делаем там и и в результате когда это все исправили смотрим и завод наш полноценно работает а вот ну и с элементами знаете скрытых каких-то штук чтобы там как бы мы завод исправили но есть два там каких-то скрытых две скрытых каких-то возможностей к примеру чтобы получить какое-то особое достижение вот но это было бы неплохо вот такие режимы то есть разные карты это завод какой-то или какие-то гномы эльфы там арах что-то делают либо же это схематически большое программное обеспечение какое-то вот и который из множества маленьких модулей то есть данном случае процесс обучения тут тут он и так есть процесс обучения знакомства с спайта нам где-то где-то ну кстати что я в справке видел и в страничке в стиме там есть видео вот есть такая команда edit то есть есть возможность дальше по уровням редактировать код то есть по вот этих объектов так вот вот о том режиме что я говорю да там еще навыки как бы чтение тут тоже читать читать код надо но там еще читать и находить ошибки то есть очевидные ошибки есть не очевидные ошибки то есть тоже на чем голову поломать есть возможно изменить в логику различных объектов вот плюс перед каждой картой можно там вызвать команду которая тебе в общем расскажет историю завода что тут производится то-то но там после нападения своих марсиан они все поломали и в результате надо все исправить но вот таком плане развивать я считаю это было бы очень интересно то есть и игра развивалась бы дальше вот такой режим если был бы дальше было бы хорошо если бы были еще несколько разных языков скриптовых понятное дело не компилируемых не таких как там си си плюс плюс и шарм а скриптовых то есть примеру кода world python кода world руби кода world луа ну то есть пример это три игры было бы ну и соответственно были бы в стиме паке да там то есть так называемые пак то есть когда ты пак когда ты покупаешь игру она стоит одну цену когда ты пак покупаешь что как бы дешевле да там купи две игры там по стоимости трех и получить третью бесплатному типа такого вот то есть было бы интересно если бы тоже были различные языки на вот вот из такой режим был бы интересен и был бы были бы интересны различные карты то есть да это не немалый объем работы придумать это все нарисовать чтобы это было все интересно чтобы это было красочно чтобы это было образовательно но е-мое хочу делать раз мы уже там создаем что-то такое еще и продаем то надо работать вот на так в целом замечаний по игре нету если это разработчик 1 тире 2 ну пусть три человека кто-то нарисовал это все кто-то запрограммировал кто-то перевел то молодцы показатель того что каждый в силах сделать что-то подобное выложить выложить куда-то будь то стим будь то там этот как его android market или счет чего-нибудь и то есть и ваша игра там может лежать и ему качать играть вот ну и плюс это хороший опыт когда пишутся такие проекты и опыт пониманий полного цикла разработки да то есть и начало и конец а не просто когда мы запустили и она сразу что-то играем но нету таких штук как меню какие-то настройки и т.д. и т.п. поэтому в целом игра неплохая ничего раздражающего как для меня нету то есть раздражающих цветов там чего еще там то есть каждый объект который способен взаимодействовать с командами то он подсвечивается вот он он анимируется как-то те которые не живые те которые статические не анимируются цвета нормальные объекты нормальные все здесь на мой взгляд нормально есть небольшие недоработки я о них сказал вот поэтому если у вас ну я думаю можно все обзором все до собирайте 4 доллара покупайте игру поддерживайте разработчика вот разработчики думаю доработает будет улучшать эту игру и будет будет добавлять все новые новые интересные уровни и режим а вот и что еще хотелось бы сказать если у вас вдруг тоже у подписчиков есть что-то подобное то не стесняйтесь пишите если хотели бы к примеру чтобы я вот свой свое какое-то мнение высказал вот ну если же конечно же этот продукт заслуживает внимание я посчитал что этот продукт заслуживает внимание вот и обзоры буду делать достаточно честными вот больше всего честности будет к тем продуктам но если в будущем и не буду да там к примеру когда я в письме ну это так то знаете там увижу там прикрепленный чек какой-то но без разницы какая там евро доллары там будут и и без разницы на самом деле какие там даже цифры будут ну перед пятью нулями ну например дата вот то конечно же никто не будет читать что после чека там например будут какие-то рекомендации мол скажи вот это нет конечно же это это же будет честный обзор но это я уже шучу поэтому пишите не стесняйтесь если что то у вас есть и и вы хотели бы получить мнение со стороны то пишите а так наверное все целом пожелаем разработчику этой игры развиваться дальше не останавливаться начало очень хорошая то есть закреплять этот успех дальше вот поэтому все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ждем новых видео все всем пока